МАРИНА ПОПОВИЧ На нем она впервые среди женщин превысила скорость звука в два раза. Сколько раз еще рядом с именем Марины появятся слова «первые» впервые. Ни в чем она не желала уступать мужчинам, и они уважали ее за это. Некоторые восхищались. Она не пряталась за свои женские слабости. Бывали в ее практике полеты, которые и не каждому мужчине по плечу. Их попытки заменить ее Марина отвергала категорически. И не думайте. «Королева неба», – заметил как-то генерал-майор авиации, заслуженный летчик-испытатель Сергей Дедух. А еще добавил, должно быть, вспомнив Марину по возвращении ее из полета. Увидишь ее улыбающееся лицо и собственной усталости, как не бывало. Поезд мчал бывших курсантов в город Саранск на юбилей летной школы. По окончании новосибирского аэроклуба почти всех курсантов направили в авиационные училища. На Марине путь в большую авиацию был заказан. Закончила аэроклуб с отличием? Ну и что? Не женское это дело? Летать? Ага, как рельсы шпалы класть, так дело женское, стояла на своем Марине. И она прошла по всем кабинетам. Даже до самого Ворошилова. Именно он наложил ту памятную резолюцию. Если есть соответствующие данные, направить. Так Марина была принята в летную школу в Саранске. И начались рабочие будни. Тушинский парад 61-го года. Наиболее масштабный и впечатляющий со времен развития нашей авиации. Марина летала в женской пилотажной группе легендарной Анны Бодрягиной. Все самое суперсовременное представляла на нем держава. Будто желая уверить, мы не только в космос летаем. Это был знаменательный день для Марины Поповича, выпускницы Саранского училища. Первым реактивным самолетом в ее летной жизни был Л-29 «Дельфин», на котором она установила свой первый мировой рекорд. Чем прославила его конструктора Яна Волчика. Радость того была безгранична. И он приглашает Марину в цветущую золотоглавую Прагу и предлагает опробовать свой новый самолет «Супер Аэро». Наверное, нужны тренировки? Да что вы, я сяду и полечу, смеется Марина. Похоже, ей было все равно, на каком самолете. Главное – летать. Бурный прогресс в авиации требовал знаний. Марину это не только не пугает, но привлекает. Бывают такие натуры. Она учится. Московский авиационный институт, Ленинградская академия гражданской авиации и в 1973-м – защита диссертации. Понятно на тему выстраданного. Увеличение дальности полета. За счет чего? Это уже вопрос второй. Полеты, полеты, сколько их позади, Когда ты и небо, небо и ты. Но однажды, 21 июля 1965 года… Я считаю, что каждая аварийная ситуация в воздухе – это день рождения. А у меня второе рождение в этот день, когда отключился форсаж на длете. Было это летом, жара была сильная, в тени было 40 градусов. Для готовности к рекорду ко второму мировому нужно было побить рекорд скорости и дальности. Прошел взлет, мне говорят, взлет за тишо, взлетаю, отдаю газ, включаю форсаж, держу на тормозах. Температура задов посмотрела, нормально. Отпускаю лошепку тормозную, самолет понесся. Он такой нарыстый, как лошадь. Вообще, я люблю это, вообще, самолет. И вот, представляете, бежит и бежит. Кончается полоса, а самолет все бежит. И мне прометнуло в голове, что это высокая температура. И тягу, тяги не додает двигатель. И потом знакомый, привычный толчок, оторвался. Такое счастье, знаете, я брала сразу шасси, и тут самолет повис. Нисколько не играет в высоту. Повис. И начал падать. Ну, это три, от силы 3-4 секунды. Запахал землю носом. Но, к моему счастью, подвесной бак с дарючим оторвался. И мы поэтому без бака начали бахать землю. Тут же все секунды. И потом, когда я хотела только выскочить из самолета, заклинило фонарь, перекосился фонарь. Я думаю, ну вот, погибаю. Первый раз только пронеслила такая мысль, что погибаем. И вдруг вижу просто перед собой Кабриева. Он таким здоровым сапожищем. Как он дарит по фонарю. Трещина. Потом небольшая. Потом я трещину развертила, и он меня вытащил. Просто вывал от меня. Мы отбежали, наверное, метро 10. Смолен начал гореть. Теперь огонь всегда будет напоминать ей тот пылающий миг, в котором она все-таки не сгорела. А ведь могла. Тем более я должна летать. Буду. Могу. Это даже не упрямство. Это образ жизни. А ростки характера, они оттуда, с детства, с ее малой родины. Марина любила отчий дом. Колхозники Васильевы, родители Марины, жили, как и окружающие, трудно. Но детство есть детство. Сколько красок в его палитре. Юная мечтательница порою фантазиями уносилась в заоблачные дали. Но цвету детства суждено было превратиться в черный. Война. Полыхала огнем военных пожарищ Смоленщина. Ярость, страх, но и жгучие обида, боль и желание поквитаться переполняли сердца. Увы, и детские тоже. А как хотелось, чтобы наши краснозвездные брали вверх. Но и стрябков было мало, и их беспощадно били. А мы сжимали кулачки и клялись отомстить, вспоминала Марина. Быть может, это и натолкнуло ее стать летчицей. Сколько их полегло там, за облачными далями. А на их место приходили новые. Подшучивали друг на друга, таинственно пересмеивались, решительно отрезали косы, будто прощаясь с юностью девичьими грезами. Обыкновенные девчонки, вчерашние студентки, школьницы. Я хотела быть похожей на них, скажет потом Марина Попович. Не всегда это получалось, но я твердо знаю. Не будь их рядом со мной, мне не удалось бы продлить их автограф в небе, милые мои небесные сестры. Со многими из них она переписывается и дружит до сих пор. Время. Его неутомимая вязь морщинками бороздит их лица. Многим из них сегодня за 80. Но сколько жизней в этих глазах. Отчаянные девчонки времен войны. Судьбы их не могли не восхитить Марину, что и заставило ее взяться за перо. Марина Попович – автор восьми книг, двух сценариев и пьесы. И все это свободное от полетов время, которого катастрофически не хватает. Дорогие товарищи, я впервые встречаюсь с читателями. Впервые написала книгу «Бегала все до масла» и показываю книгу. Рада, счастлива и перед вами в рабочей форме. Просто я опоздала с полетов. Машина меня в одном месте ждала, а я в другом месте ее ждала. И в общем, не одела, конечно, парад. Я бы, конечно, нарядилась, но что есть? Паядная форма, какая самая парадная. Так что за то, что у меня не особенно приятный вид, вы меня извините. Я очень-очень хотела вам понравиться, но вот так получилось. Ну, не всегда получается. А ведь при том, никто не освобождал Марину Попович и от иных занятий и тренировок. Катапульта, центрифуга. И так до бесконечности. Любая победа требует затрат энергии и сил, преодоления себя. Каждая тренировка – экзамен. Вот он, Як-25РВ. Красавец. Но Марина не первый год за штурвалом. И знает, никакая блестящая воплощенная металл-теория не может стопроцентно гарантировать успешного результата. Здесь на первый план выходит мастерство и профессионализм летчика. И средство защиты. В одном из полетов произошла разгерметизация. Зрение уходит первым и первым возвращается. Мозг начинает отставать, расскажет потом Марина. Я ничего не видела и не слышала. Она падала с частичной потерей сознания. После того, как сознание вернулось, я взяла штурвал и посадила самолет. Высотный костюм спас Марину. Выполнил свою задачу Як-25РВ. На нем Марина установила три мировых рекорда. Наверное, это очень важно, чтобы твои успехи оценили не только ты и те, кому по статусу положено, но и вся страна. И ему очень хочется, чтобы радость с тобой разделили близкие. Марина Попович – единственная в мире женщина, установившая 101 мировой рекорд и единственная в нашей стране, заслужившая высшую награду в мировой авиации, большую золотую медаль ФАИ. А счастливый муж надеется, может теперь угомониться. Ведь ее карьера летчика-испытателя закончилась. И тут, совершенно неожиданно, выдающийся авиаконструктор Олег Константинович Антонов предложил испытывать ей свой новый антейль. Транспортный военный гигант столь масштабный, что и на миг вообразить его в руках женщины казалось безрассудством. А для Марины – счастье. Но перед тем, как сесть за штурвал, Марине Поповичу предстояло пройти полный объем медицинского тестирования. А что вы хотите? Женщина? А тут такой гигант. Справится ли? И вот медицинские обследования пройдены. Впереди новый рекорд. Да, на таком колоссе женщинам летать не приходилось. Антей медленно отрывается от земли, взмывает ввысь. Легкое беспокойство охватывает Марину. Восемь крепких мужчин в экипаже, а командир – она. Но ее всегда отличала исключительная уверенность в себе. Что же касается риска, то это издержки профессии. Очередной рекорд взят. Редкие счастливые минуты. Но Марина – человек военный, полковник. Сначала рапорт. Мечта определила ее жизнь, подарив упоение полета. Но слишком мало времени удавалось уделять Павлу и детям. За все эти годы, в месяц, она бывала дома не более трех раз. Марина с радостью обнимает и свою младшенькую, и старшую. Лето 2004 года. Далекий и такой родной Новосибирск, куда пригласили Марину на юбилей аэроклуба. Здесь начинался ее путь в авиацию. Сама Марина лет 20 как не летает. А что, полковник Марина, может полетить я? Конечно, полечу. И будто прежняя Марина, бедовая, упрямая, смотрела на нас. Ей за 60. Итоги жизни? Вряд ли они уместятся и в самую толстую из ее книг. За 30 лет полетов она установила свыше 100 мировых рекордов, освоила 40 типов самолетов. А еще... Еще не раз пришлось доказывать ей, что женщина, вопреки природе мужской исключительности, законам физиологии, способна преодолеть и сверхвысокие нагрузки, и все, что угодно. Риск за гранью. Ты и Небо. Ты и Вечность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok